почему instagram что-то не хочет еще разочек еще разочек настроечки проверить что ли так 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 контакт контакт хорошо есть контакт сердечки ладошки ваши все видим и радуемся если нас слышно дающие настройки посмотрим если нас видно слышно хорошо то прям вот вот эти вот пузыри сердечек прекрасно добрый 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 мы сейчас пытаемся настроить ты какой подключила какой по молчанию это плохо работает товарищ вот этот хорошо сейчас тык тык еще разок навигация по телефону а вот и вроде как сейчас подтянется так ну что собираетесь чудесно чуть тише да можно сделать погромче позывные хорошо там даже киски полетели котики скрыт с этими глазиками сердечек вот они видишь вечер добрый прогресс а что у нас сегодня понедельник да кстати понедельник несанкционный выход вообще да и можно сказать что не запланированный ну на сегодня продуктивно первые первые коробки с пряжи уехали на полянку да там уже потихонечку завозится оборудование и соответственно пряжа мы так это у нас плавно перетекает затекает на одно на склад и со склада утекает на полянку освобождаем чуть-чуть пространство чтобы принять новую поставку с уже с летними позициями и зимними кстати тоже там и зима мотается породина ярна очень большой объем ждем и лето и хотелось сегодня сделать публикацию даже знаешь как это сфотографировала сделала видео я хочу просто сразу показать чтобы этот мешок отсюда унести вот я сделаю эту публикацию расскажу о ней но просто похвастаюсь ладно да хватит обязательно мне хотелось связать образец понять что к чему и оставшись даю 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 она тебе вот сейчас может даже чуть распознаешь из тех что держи вот они даже вот такой вот кучей просто очень красиво все вместе смотрится на самом деле на производстве мне наобум их положили пока начинали мотать приматывались до чтобы сформировать клубок посмотреть какой там его по плотнее порыхлее мотать и я бы попросила чтобы меня не отправили и вот они отправили как-то так интересному красивым от в одному края идеально матчу который классно сочетаются между собой и уж это такой серьезный спойлер сторону в новой коллекции родины ярм по лету да такой натурально до нее на он очень аутентичный и я мне даже кажется что это такое больше крафт коллекция там где гоник да причем не столько даже органика сколько вот прям эти когда эти как первый сострик до 1 1 час да то есть тогда когда с минимальным усердием поработали над нитью то есть оставили ее вот эту вот первозданность аутентичность и да даже в некоторых вот льняных вот в льняной вот этой нити в некоторых участках даже подалась какая-то какие-то ну не соломки да но вот такие вот участки более жесткие волокон волокна и почему-то мне вот действительно она напоминает крафт серию такую вот действительно с с минимальной обработкой ровно такой же и вот этот шелк бурет и там тоже такие есть утолщение причем они достаточно часто встречаются и очень красиво ложатся в полотне когда знаете прям тоненькая тоненькая нить потом хоп какой-то участок более толстый потом опять тоненькая потом какой-то шишачок и я не вообще ничего не меняю я вот как она идет точно так так прям ее и вижу мне очень нравится как под эти участки утолщения в полотне выскакивают как будто это не большая фабрика до производила бабу линда да 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 есть вот как бы ощущение вот мне и это нравится вот в этих нитях по составу здесь лен шелк сольном шелк бурет и шелк тусан нету хлопка здесь в основном лен и шелк там вот здесь вот чуть-чуть хлопка по моему в составе если сейчас ничего я не вспомню сейчас конечно не сути здесь тоже интересная рака и мукольки каждый на экране кажется как будто это полотно вот это шанель да 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 или твит такой вот этот английский здесь она когда стирается или распушаются они превращаются в такие как бы реснички они более активные получать и что да да не просто они кого-то вкручен не просто нэпс виде горошина к каких-то этих ну в общем вот показываю вам живьем полотно образец составила девчонок на кассе я всяко-разно попробовала его повязать и в общем то самое интересное что мне показалось если сочетать все вот эти и оттенки и вот эти все фактуры самый интересный вариант получается все таки вот этот паркет то есть все матки ну вот эти вот начатые матки из которых лена вяжет они все использованы в этом полотне все что до этого мы посмотрели с вами все как раз вот в это полотно и уложилось очень красиво подобрано сочетание очень красиво подобран ритм ритм смены нити просто невероятно он и полотно классное полотно хочется хочется большой какой-то кокон из него и в него завернут поэтому будет платье будет раз и у Платье у нас не было давно, кстати. Ну вот будет такое платье. Кажется, последнее платье было, наверное, Твиги, да? Да, да, ну год назад, наверное. Махер с Паталью, но это была зимушка-зима. Зимушка-зима. Вот, а что я к чему это еще говорю? А, я еще-то сняла его, это полотно до отпаривания. Такое вот, прямо оно такое пожамканное, мятенькое было. А потом прям хорошо-хорошо отпарила. Плюс я еще стирала образец в надежде на то, что это умягчает. Ну как в надежде, я наоборот не хотела, чтобы оно умягчало. А чем вы стирали? Тенетексом? А что у меня было? А что у меня было под рукой для хлопка? Тенетексом. Ну, образец маленький. Я почему-то подумала, что он будет мягче после стирки, но на самом деле меня порадовало то, что он остался такой же вот сухой и такой же формоустойчивый. Лен любит утюг. Да, лен надо парить утюг. Утюгом горячим. И вот это платье, даже если оно будет у меня стираться в стиральной машинке, будет сушиться вот так вот, висящим на веревочке, я после этого буду обязательно отглаживать утюгом с паром. Мне безумно нравится вот это плоское, вот это ажурное, полупрозрачное полотно. Оно действительно напоминает вот как бы в этом сочетании миссони. Вот сейчас я смотрю на экране, смотри, как классно. Очень. Очень красиво и действительно очень похоже на миссони вот за счет вот этих оттенок. Вешалки в миссони взяли. Хотя здесь такой состав очень аутентик прям. Да. Да, он прям такой сухой. Ну, у миссони обычно все же синтетическое люрексно-блестящее полотно, такое более холеное. А здесь такой миссони из деревни. Ну, не в плане, да, 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 а в плане состава нити. Очень. Я прям хотела им похвастаться, но заодно еще вот не пробовала вязать образец, но он мне тут распустился по дороге. Это еще одна новинка, которая нас ждет этим летом в родине Ярнс. Плохо видно. Плохо видно, но это такой эффект Шанель. Здесь хлопок, лен, шелк. И люрекс. И люрекс. Да, такое соединение очень интересное, когда практически создавалось собственноручно. Так и было. Да, собственноручно. Когда подбирались нити, соединялись. Хорошо скручно. И полотно хорошо себя ведет. В полотне очень хорошо вяжется. Попробуем разглядеть немножко люрекс. А на каких спицах вы пробовали? У меня под руку четверка была. Немножечко ворсится лен, да? И бурет чуть-чуть ворсится. Ну, полотно хорошее, приятное получается. Вязать хорошо, очень интересно. Ловко, вернее. Неинтересно, а ловко. А вам хочется вязать ее соло или что-то добавлять? Ой, я не знаю. Мне кажется, здесь аппликация из кожи была бы просто. Из льняного? Любого. Красивого. Хоть гипюр, хоть что. Пару недель еще или пораньше? Я надеюсь пораньше. А, нет, это еще не уехала, еще не отправилась на перемотку. Пару недель. Пару недель. Да, эта пряжа будет в мотках, вся пряжа будет в мотках. Пару недель еще мы ждем. Ну, вот эти, вот то, что сейчас я вижу, оно пораньше. Оно, надеюсь, уже на этой неделе к нам приедет, и мы попробуем его быстренько завести на сайт. Вот, а вот это то, что я сейчас показала, это мы только-только получили. А с фабрики до нас доехала, будет еще формироваться в мотке. Но такое превью не могла не показать, потому что мне очень нравится. Очень красиво. Это вот прям практически... Мне кажется, как будто вязать интересно, приятно, да, меняя вот эти нити. Вот я вчера день не могла оторваться. Скажите, а вы вот этот ритм смены нити и смены цвета, всю эту историю долго репетировали, или он как-то пошел все-таки внутри? Ты знаешь, у меня в голове как бы рисунок пера был все время. Павлиниво. Павлиниво. Ну, не павлиниво, но любого пера, да, который как бы... Птичьего. 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 Да, и здесь ты даже можно увидеть, что в некоторых местах есть изнаночный бортик, и он вот на экране не особо видно, а на изломе видно его как бы вот как будто бы он пришлепнутая перышко там. Ну, то есть отделение, отделяется вот этот вот рисунок. Ну, это очень красиво. Прямой будет, да? Максимально прямой, но все равно до вот линии груди будет небольшое схождение. Не знаю, каким методом. Либо вот схождение мажора сделаю, либо просто уберу по две петли из каждого рапорта. Я еще не решила, потому что то, что я сейчас вижу, мне надо посмотреть по ширину. Да, пока довязала до талии. Класс. Очень в динамике классно выглядит, да? Это вот утюг. Просто хорошо отглаженный. Утюг или он мне в паре тоже очень по душе. Да, мне тоже нравится. Вот. То, что не могли мы удержаться от чего похвалиться, очень хотелось. Очень красиво. И не успел просто сегодня утром сделать публикацию, я видео сняла. Музыку наложила. Похвалитесь еще, пожалуйста, Джалгинским мериносим. А? Лубром, пап, похвалитесь. Да, да, я тоже. Я тоже, да, да. На. Держи. Я уже давным-давно бы его доделала, но очень хочется то одно, то другое, то третье. Я перепрыгиваю с одной вещи на другую. Это надо, не знаю, вот сейчас освещение, конечно, это... Это очень объемно, это очень красиво, и это очень сочно, сочно и густо, и очень круто легло все на полотно из Джалгинского мериноса. И вот этот синий цвет, он таким идеальным фоном стал, да, для этой серьезной достаточно аппликации, потому что она увесистая. Это элементы кружева со фиолет. Да, это такой эксклюзив, который они специально расшивали для трескели. У меня два куска по пять метров, по пять, по два с половиной, прошу прощения, метра, по два с половиной или по пять? Нет, по пять. По пять. Мне кажется, что общий отрез был десять и половину расшивали. Да, значит, да, два куска по пять метров, которые отправлялись в Индию, и вручную прям бригада индусов расшивалась по вот дизайну со фиолет именно под заказ. Вручную, то есть это все вот эти элементы, за исключением того, что Лена вывязала в колором шишки, да, акцентируя внимание на вот этих деталях. И сглаживая вот эти вот шишки, это пуф колор вот здесь, вот это вот вывязано на полотне, вот этот вот цветок. Ну, то есть, чтобы увязать, чтобы это не плоской аппликацией смотрелось, да, как бы ввела еще один вот... Целым дизайном, одним большим каким-то элементом. Очень красиво. Ну, тут на самом деле можно было еще немножко продолжить, но я в какой-то момент думаю, надо уже остановиться, иначе мне поползет во все стороны и потеряется вот этот трескель, видишь? Да, да, видишь? Три, конечно. Три листа вот эти вот, трескельская вот эта тема. У меня уже, ну, в общем, короче, шикарная база для аппликации для пуф колор, это как раз вот этот джалгинский меренос. И учитывая его вот эту пружинность, стабильность, его толщину, прям вот идеально. Ну, и, соответственно, цвета. Так что остается вот совсем немного, я уже думаю, что может кого-то попросить, потому что я... Ну, у нас же есть описание вот этого самого джемпера основы без учета аппликации. Это именно та модель, которая изначально была связана из пряжи лангьяк. Там, где у меня снежинка, да, да, снежинка, которая тоже у нас, в общем-то, схема уже отрисована, и остается только вот мастер-класс в каком-то формате сделать. Но из-за того, что слишком много событий происходит, я никак не могу сесть и его отснять. Хочется уже какой-то очный, уже очный. Очный, ну, мы к этому очень стремимся. Очно стремимся, очень. На каких спицах вяжете? На каких спицах размеры, материал, производитель? На каких вы спицах вяжете? Вы про кого? Про что? Не знаю, это вопрос. А, вообще, вы имеете в виду, на каких спицах? Я вообще имею полный арсенал спиц. И единственное, на чем я не вяжу сейчас, я не вяжу сейчас на каких-нибудь пони, я не вяжу сейчас... На Аде вяжете? Аде у меня есть, и иногда толстые номера Аде меня очень сильно выручают. Тупоносенькие такие, гладкие, да? Тупоносые, да. Если нужно вязать какую-то толстую нить, то вот именно скользкие тупоносые Аде очень хорошо себя ведут. С камушками? Ну, с камушками, понятно, с камушками. А какой там размер, девятка? Девятка. Девятка, да. У нас еще остались они, они на сайте есть, интересно? Были, да. Со сразуми Сваровски, лимитированной спицей. Внутри наполненные кристалликами. Да, у нас есть даже некоторые покупатели, которые как бы обладают этими спицами, потому что они вот там... Презентованы были. Презентованы были, да, Трискелли за их преданность. Вот, а так, в общем-то, мне кажется, все. Ну, последнее мое открытие – это возрожденные практически, восставшие лантермуны. Лантермуны, да. Лантермуны, да, прекрасные, превосходные. Очень я довольна ими, и, к сожалению, пришлось набор, который я себе зарезервировала и хотела унести. Вернее, я его унесла, но потом обратно принесла, потому что что-то опять на какая-то накладка случилось. Вот, но я жду, вот, что в ближайшее время они появятся у нас вновь. И я все-таки заберу этот свой набор. Я довольна этими спицами, мне очень нравится, как они их сделали и как они сделали состыковку. Не буду, давай мы отдельно про... По лантермуну можно вечно говорить, да. Если мы уже сейчас зацепили тему... Инструментов. Инструментов, давайте тогда еще пробежимся. Это Анна, это ее сейчас увлечение и болезнь. Ну, давай, быстрее показывай. Так я уже показывала, сколько раз, 355 раз показывала. Нет, она, знаете, она уже его распустила раза четыре, я так понимаю. Да, но я не могу никак, не могу никак совладать с полотном, чтобы... Вот верх у меня не отпарен еще. Верх еще не отпарен. Вот лицо, вот изнанка, вот лицо. Вот половиночка, половиночка, половиночки. Еще мне вязать и вязать, да, скосы плеча какую-то длину и делать еще обвязку. Но я, конечно, не расстраиваюсь, когда приходится распустить, потому что можно опять взять крючок и гнать эту гладь. Ну, в общем, она кайф ловит сейчас от крючка. Девушка, которая крючком, в принципе, не вяжет. Не вязала теперь. Итак, прекрасный тулип, наборы и отдельно крючки тоже. Мы уже сейчас к нам пришли, была подсортировка на наш склад. Держу самый ходовой, самый правильный набор такой крючков. В чехолчик у них с люрексом. Нет, чехольчик это не новый, был, был, был. Отдельно есть теперь такой чехольчик, вы видели? Вот этот вот вариант набора. Да, и есть такой чехольчик в отдельном варианте, когда можно его наполнить теми номерами, да, крючками, которым вы пользуетесь. Очень-очень-очень-очень-очень. Посмотрите на сайте, в разделе инструменты, он просто надо, чтобы он привык. Так, да. В разделе инструменты по производителям, вот, и смотрите тулип. Такой чехольчик. Все там, чехольчик отдельно есть, да. Он такой, как будто, как будто лен такой, да? Лен с люрексом, да. Плохо обработан. Ну, вообще, очень компактный и достаточно удобный. Я люблю чехлы, когда они компактные. И много помещается, но здесь, на самом деле, наполнение, вы правильно сказали, что это набор самый ходовой, потому что здесь от двух до шести миллиметров крючки, линейка иголки и ножницы. Вот в таком красивом чехле. Такой стартер. Дальше для тех, кто вяжет тонкое кружево, ирландское кружево, вяжет бисером или ввязывает бусины, работает вообще, как бы, с тонкими нитями. Материями. Да, с тонкими материями. То вот такой вот чудесный набор с набором тонких крючков. Здесь от 0,90 до 1,75 крючки. И очень классно, что каждая ручка своего цвета, такого неповторимого, такой, горошки. Очень жизнерадостный. Согласна. Да? Согласна. Чудесный. Жалко, что я не вижу тонкие материи. Но, может быть, завяжу? Завяжу, завяжу. А вы вязали когда-нибудь бисером? Ой, Аня. Нет, не ввязывали бисер в полотно, а именно, знаете, как вяжут? Нанизывают бисер. Нанизывают много-много с определенным ритмом бусинки, и потом вяжут какие-то жгуты нереальные. То есть технически, конечно, это я понимаю, но этим надо увлекаться и только этим. Ничего другое себе не позволяет. И глазки сломаешь, наверное. Знаете, вот сколько нужно нанизать сначала вот этих бусин, а потом с определенным ритмом, нельзя же ошибиться. Да, это как техника кинукасури, когда там определенный ритм. И ты не можешь себе позволить сместить, да, вот этот вот нить, не нить, вернее, а ритм вот этого провязывания столбика, ты ни в коем случае себе не можешь его сбить, нарушить. Любая ошибка чревата тем, что придется, в общем-то, все опять распустить и перенизать. Потому что самое страшное... Нет, хорошо, если ты там лишнюю сделал, это понятно. Её можно разбить и снять. А если ты её не добрал... Да... Так, хотела сказать, это набор для меня, но, пожалуй, нет, потому что здесь от двух с половиной. А мне надо от двойки, у меня самый ходовой крючок номер 2, ну, 1,75 может быть, а так 2, 2,75, вот это прям самые мои любимые. Но те, кто вяжет поплотнее, вот это, скорее всего, наши Юлечки наборчик. А у неё есть такой наборчик. А, нет, у Юлечки наборчик более полный, у неё тот, который открывается как книжечка, а этот прям совсем набор малыш. Здесь даже нет резинок, фиксирующих крючок, то есть можно просто насыпать туда то, что нужно, маленький кармашек для мелочей, но он тоже визуально. Больше, больше даже такой, мне кажется, дорожный, когда ты положил вот эти крючки, потому что не знаешь точно там плюс-минус, да, плюс-минус. Какой пойдёт. Какой пойдёт. Ну, ещё чего-то там докинул. Маленькую крючку. Ну, здесь иголочка, иголочка-линеечка, это стандартная, по-моему, комплектация. Они везде добавляют эти приятные инструменты в работе. Ну, мне очень нравятся розовые, это страусины, с эффектом страусиного... Страусиной ноги. Да, страуси. Из чего, скажите, из чего сделан ваш чехол? Вы знаете, страусиная нога. Очень эффектная нога была у вашего страуса, да? Да, вот такой набор у меня есть, я очень им довольна. Вот этот вот сейчас покажу. Это двухсторонний у вас или нет? Тот, который ваш? А, это такой же, наверное. А, там есть двухсторонний. Нет, здесь разные комплектации. Подожди, давай посмотрим. То, что здесь есть двусторонние крючки. Здесь отличие. Видите, один чехол голубой, другой, ну, бирюзовый, другой розовый. И здесь в наборе... Что здесь? Два двадцать пять, от два двадцать пять до шестёрки. А здесь до пятёрки. А здесь до пятёрки почему-то, да? То есть их получается меньше, что ли? Минус два. Видишь как? Чик-чик. Здесь меньше. Да, здесь меньше, здесь больше. Здесь прям совсем тонюшенье. Ну, вот здесь прям, да, есть и потолще. Для тех, кто любит крючок без ручки, вот, для тех, кто пользует в своём вязании всякие, не знаю, там, как их называются, почтовые столбики, да, тогда, когда очень много навивов нужно поместить. Также этот крючок длинный очень удобен при... Протягивать что-нибудь куда-нибудь. Что-нибудь протягивать, либо набирать петли на горловине, тогда, когда ты можешь действительно... Передвигать. Да, большое количество, потому что ты на этом крючке набираешь каким-то образом петли, и вот то, что у тебя соскакивает сбоку, ты потом, хопа, там, на лесочку, на спицу перекидываешь. Да, я так делала. Я то, что... Но только у меня крючок не тюлип совсем, а вот тот самый старый. Тот самый старый, ну, тот, который у тебя сейчас, он с ручкой, и это кловер. Сейчас с ручкой кловер. Да, и ты наслаждаешься прекрасным вот этим софтач. Но по кловерам тоже ассортимент на самом деле полный, поэтому если по какой-то причине варианты тулип не подходят вашей руке, то можно кловер выбрать, есть. Ну, не для скоростного вязания, вот если хочется чего-то много, я понимаю, что я буду вязать крючком много, то, конечно, я выбираю софтач, мне вот он более удобный. А так, в принципе, для эстетики и, в принципе, для вязания соединений или там вязания каких-то декоративных элементов, и для пуф-колор, в принципе, я могу пользоваться любой крючок. И есть у меня всякие рамы и тулипы, и ими я тоже пользуюсь и довольна. Ну, здесь вообще, да, без слов, вот эти красные крючки, они покорили наши сердца уже давным-давно, и мало кто может себе отказать в удовольствии, да, вот не купить такой крючочек, красненький крючочек. Они есть отдельные ещё, продаются. Вот, и они действительно как-то, ну, иначе выглядят среди твоих инструментов, как бы, да, там, выделяются. Выделяются. И мне нравится. Всё в них нравится. И чехол нравится. Потому что красная и ручка, и саму жалу. И саму жалу, да. Да, и сам крючочек. Чехолчик такой слабо-сабо. И хорошечки такие. Тоже очень компактненько всё можно. Всё очень так, ладненько, всё по-японски. Очень красиво. Так, носим. Напоминаю ещё раз, что те, кто ждал книжку в Роднике, метод схождения ажоров, книжка у нас уже вышла. Мы счастливы, что это издание уже у нас. И оно продаётся у нас на сайте. Милости просим. Если я не путаю, 3 300 стоит это издание. Такое наше гордое, рождённое практически. Я не знаю. В каком-то и внуках, и в творческом порыве. И, в общем, такая любовь наша с Александрой. Любовь и гордость одновременно. Очень атмосферная, на мой взгляд, получилась книжка. Такая пропитанная чем-то личным. Таким личным, дорогим и близким. Я хотела, достала на самом деле вот эти воротники, которые как бы используются, ну, вернее, которые описаны в этом издании. Потому что там, помимо того, что много технических моментов, да, по работе с кружевом, это не просто вязанный воротничок, а воротничок, который вязан от кружевной тесьмы. Ну, вот, можно связать просто воротничок, а можно его усилить и сделать его каким-то особенным. Вот мы как раз в эту сторону и отправляемся. Вот этот мой любимый. Да, здесь очень красивое кружево. Вот, казалось бы, даже не вязаное кружево, а такое вот гипюрованное, его тоже можно ввязать, и оно совершенно изысканно будет выглядеть. Шелковое. И пряжа, да, здесь серешины. Да, серешины. Или наоборот гипюру. Вот это тоже серешины. Как работать вообще с любым кружевом, как вот его использовать, ввязывать, присоединять и так далее. В этой книжке написано очень подробно с картинками, ну, и, соответственно, схемы. И еще у нас на сайте сейчас появилось описание еще... Ведь есть такое, да, у нас уже описание? Нету, еще нет. Нету? Но вы не фоткали. Нет? Мне кажется, уже вышло. Надо сфоткать. Если Саша с нами, она сейчас напишет. Саша с нами, но нет фотографий его. Да, его не было. Какой красивый воротник. Это просто. Здесь используется пряжа родина Ярнс. Как она? Лука. Лука. И черная пайетка люструза и тоже черное кружево. Мне очень подходит. Очень благородный, красивый ворот. Причем его можно носить... Не обязательно... Надо связать такое бо. Не надо. Его вот можно носить не как воротник, а вот такой некий декор на пиджак. Та, что сейчас очень модно. А это вот таким вот образом. Мне так нравится. Нравится? Нравится. Очень нравится. То есть, вот его не обязательно прям вот завязывать, как мы привыкли. Вот это вот все выглядит хорошо. Очень красиво. Сашенька, мы к ней нам, пожалуйста. Жду фото воротника. А, все. Значит, она вот в ближайшее время, она ждет фото воротника и ждет фото вот той прекрасной розы кутюр, которую мы сегодня уже с Саней обсуждали. С чем же ее сфотографировать? Сфотографировать, чтобы это было максимально информативно. Да. Ну, попробую. Я его не сфотографировала, Сашкаюсь, а воротник вот оставлю на Ане, и это будет ее ответственность снять его, да? Или мне его забрать на манекене отфотографировать? На манекене, наверное, будет красиво, но я могу плоско сделать. Вы можете его сделать на манекене, и сделаем плоско, потому что Александре все равно понадобится весь развернутый воротничок. Тогда бросай мне вместе с розовой кофтой, чтобы я ее все-таки уже забрала. Саша ее забыла забрать в пятницу, поэтому не было фото. Так, что же еще? Очень много вопросов, запросов. И здесь у девочек в магазине, и у нас в интернет, после моей публикации нашего хитовой нашей модели, кэш-блок. Модель хитовая, не только потому, что она выглядит невероятно стильно и очень-очень комфортно в носке, но еще и потому, что там расход кашемира на эту модель. Практически смешной. 200 грамм? Да, вяжется вещь в две нити из кашемира 2,27 или 2,28. Там минимальная разница по метражу получается. Так, вот так я покажу вам. Ладно, просто если кто-то не заглядывал ко мне в профиль, это вот об этой модели мы говорим. Сейчас я полистаю вам чуть-чуть. Это гузельчка связала красоту. Несколько лет назад, по-моему, да? Несколько лет назад, несколько лет я его носила, практически не снимая. И призналась сегодня, что продолжает носить. Продолжаю носить его, да. И, в принципе, я говорю, этот джемпер, в нем могу и поспать, в нем могу и на работу прийти, и, в общем, по-всяку. Вот такая вот штука. И он действительно невесомый, очень нежный. Он когда надо согреет, когда надо будет создавать комфортное состояние организма. Вот, и подбирая вот всевозможные сочетания, сегодня, девочки, я пришла, и у них тут патронтаж выстроился из вот этих кашемеров. Поэтому мне хочется немножко, может быть, мы поможем тем, кто еще пока в раздумьях, да, вот, и говорят о том, что хочу такой же. А я пытаюсь перекроить вас на, перекроить, перенаправить вас в сторону какого-нибудь своего особенного сочетания, потому что очень хочется увидеть на вас какие-нибудь другие цвета. Потому что их столько, этих оттенков, и столько возможных невероятных сочетаний, которые, в общем-то, будут, не знаю, наверное, даже удоражить воображение наше. И мы, наверное, даже будем завидовать, вот, особенно вот в таком варианте. Мне очень нравится такой вариант. Очень мне нравится. Очень сочный и свежий. Сочный, свежий и актуальный одновременно. Кстати говоря, вот таких вариантов розового, по-моему, у нас на сайте сейчас должно быть два точно. И один называется rose просто, а другой будет роза. И вот такой вот насыщенный, фиалково. Как правильно этот цвет называется? Ну, не знаю, пурпур, может быть, даже. Пурпур? Красиво. Может быть. А вот как он называется у них, непонятно, да? А у нас здесь нет названий. Есть. Было. Было? Да. Нет, нету. Нет названий. Но он точно есть названий. Это кориаджи 2,28. Смотрите. По метражу Кашемир можете выбирать из линейки Лора Пьяна 2,26. 2,26, 2,27 и кориаджи 2,28. И можете их даже между собой комбинировать. Они прекрасно подойдут. Вот это описание будет гармонично сочетаться. Поэтому здесь мы вам будем сейчас показывать только лишь, наверное, цвета. Можем покопать. Ну, можно еще, можно еще как вариант, там спицы используются 3,75, по-моему, да? В оригинальном описании. Можно выбрать просто Кашемир, подходящий под 3,75. Но исключить тогда историю меланжи. То есть использовать... Там фишка в двух цветах. Да, два цвета. И плюс еще вяжется в одну нить. Там отлетные вот эти участки вяжутся в одну нить. Да-да-да, это я помню. Там интересное решение. Я помню. Вот. Да-да-да. И кармашек еще. Да, и вот этот вот кармашек. И вот эта вот часть, она двойная. Внизу идет тоненькое полотно из более темного оттенка, а здесь более светлое. И он такой как бы двойной. А на спинке... А на спинке... Полосатость. Наоборот. Тоже такая же штука из-под пятницы, субботы. Но цвет другой. Но цвет другой. И вот за счет того, что вяжется то соло одним цветом, то меланжи с двух цветов, как раз набивается вот эта вот игра вот этих всяких блоков. Вот. Цена Кашемира 2200 за 100 грамм. У нас весь Кашемир, за редким исключением, имеет цену 2200 за 100 грамм. Еще, но учитывая тенденцию к росту, да, мы держимся уже практически из последних сил, но придется все равно его поднимать. Я каждый раз обещаю, что я подниму на него цену, но все еще держу, оставляю ее, руки не доходят. Мы держим вот так вам оттенки для того, чтобы вы могли сделать скрин. И если вам нужна будет помощь в подборе, да, либо отправить вам ссылки, либо девочкам отправить сюда в WhatsApp, да, вот эту фотографию, чтобы они могли вам уже вот эти цвета подобрать. Если какие-то из тех, что мы показываем, подходят. Да, если они, ну, как бы нравятся вам по сочетанию. Можно вот этот голубок? А можно я вот такой покажу? Можно. Вот так я еще хочу показать. Еще можно. Вот, кстати, ВКонтакте он поярче выглядит, а в Инстаграм чуть-чуть вот так, если подальше. В Инстаграм порозовее почему-то. Порозовее, и вот этот более светлый, хотя они такие достаточно насыщенные, очень эффектное сочетание, мне кажется. Просто красота, вообще даже. Просто красота? Просто красота, просто красиво. Просто красота. О, Господи, вот эта красота. А вот это не то. Прямо нечаянно она поставила, вот это тоже ведь красота. Да. Ну, вот это не то. Это 3-2 шерсти. Это я нечаянно зацепила, да? Отдайте. Он подходит мне под пиджак. Я тогда вот так покажу. Ну, вот так. Такая терра. Терра. Либо желтым, пожалуйста. Да, красиво, коричневый, красивый цвет шоколада, такого ореховой пасты какой-то. Хороший этот. Ну, опять же таки, его можно и с вот таком сочетании тоже поконтрастнее, быстрее. Ну, это прям меланж такой активный будет. Вот здесь меланж будет активный, да. А это вот близкие по оттенку тоже классно. На полутона. Очень актуально. На полутона. Здесь из-под пятницы суббота будет очень красивая. Я хочу еще добыть персиковый. Оранжа. Пьют джюс оранжа. И вот прям здесь неизбитое сочетание. Мне очень нравится оно. Ну, вот здесь не знаю. А вот тот желтый был хорош. Ну, это понятно, это классика. Ну, еще подержи, ее люди не сфотографируют. Люди не сфотографируют. Да. Вы думаете, вы одни фотографируете? Ха-ха, у нас тут еще стоят. Ну, на самом деле, выбрать есть из чего. И ассортимент по кашемиру по-прежнему достаточно насыщенный. И можно приехать в магазин и выбрать какие-то варианты. А можно выбрать на сайте и, соответственно, по 100 грамм каждого цвета заказать. А можно заказать, я не знаю, 5-6 цветов разных по 100 грамм. И уже самостоятельно дома их помиксовать. Потому что эти 100 грамм кашемира всегда найдут применение абсолютно. Конечно. Даже если это просто нить, такая усиливающая какой-то, тонкий махер. Или нить, которая будет чуть-чуть смягчать какой-нибудь сухой хлопок или сухой лен. Сегодня только чупер с кашемиром. Вот сегодня приходила Лена. И прям вообще так красиво. Был этот тоскана и тонкая нить кашемира голубого. То есть бежевая тоскана и голубой кашемир создают такое какое-то роскошное межсезонное полотно. И пайетки, и сухость, и в то же время мягкость в нем присутствует. Ну и динамика. Ой, а в три как красиво! Вот эти все три охота. Блокный. Это нужно другой вязать уже, колорблок. Ну, не знаю, ну хоть одну оранжевую полосочку где-нибудь добавить. Вот к той истории, просто где-нибудь еще желченького. Вообще все цвета такие, смотрите, они очень напоминают палитру, которая по Сатоссури, да, сейчас обновилась? Да. Вот все конфеточные вот эти цвета Сатоссури. Да, карамельки. Да, прям такие. Оттенки края. Сахарная вата. Ой, как хочется вот так это показать. Не попками, а вот, да. И еще немножечко вот так. Это прям на мой свитер, на мой кардиган похож. Прям очень похож. Ну вот как теперь жить? Я хочу всех по чуть-чуть. Всех по чуть-чуть. Просто полосочками повязать. А я хочу дома просто поставить на пол. Просто на полочку поставить. Так как есть, поспальные. На самом деле на полочку поставить тоже работает. Вы же знаете, как работает эта схема? Походил, поразмышлял, на палец понаматывал, мысленно повязал, поносил и все. И завтра уже не хочу. Уже завтра другой проект. Уже хорошо. Поэтому обладание это совершенно нормальная история. Тоже красиво. Не могу. Не могу. А вот это тоже очень красиво. Да все красиво. Тут как ни возьми, все красиво. Есть только, наверное, не знаю, какое-нибудь одно исключение. Ну, не знаю, помогли. Имеет место. Имеет место. Даже имеет. У меня косынка такая. Даже не поспоришь. Я вот красный хотела к нему еще подложить. Ну, ладно. Нет, не коричневый. Да. Тут розовый. Ну, это классика, да. Классика. Надеюсь, что помогли. Мне кажется, что мы еще больше запутали. И сейчас просто все такие, вот, что с чем? А я предупреждала. Я предупреждала. Делайте скрин. Что с чем, зачем? Да, что с чем, зачем? Потому что вам так было бы легче. Много единорожек. Да, Олечка, именно так. Орех голубой. Какой голубой? Ну, здесь все понятно. Это прям классика. Хотите так, хотите так. Серо-голубой. Есть голубой, кстати. Вот этот можно приложить, да. Давайте-ка этому вот сюда. Вот выбирайте, что вам больше нравится. Сейчас все варианты голубого. Ну, давайте поиграем в эту игру. Что с чем вам дать сфотографировать? Какими средствами от моли мы пользуемся? Ну, у нас кроме лаванды, наверное, на сегодняшний день ничего нет. Есть какие-то... А что у нас ничего нет? Лаванды. У нас только лаванды. У нас эфирное масло лаванды и мешочек. Лавандовые саше. Лавандовые саше очень часто у нас отправляются в посылках в качестве комплиментов. Приурочены к всяким разным прекрасным праздникам. Новый год или 8 марта. Да, иногда просто, если есть в наличии лавандовые мешочки, они отправляются... Ну, либо кусочек мыла, маленький кусочек мыла, либо мешок лаванды. Ну, вообще, лаванда прекрасно работает. Я, честно сказать, у меня дома нет никаких средств от моли вообще, в принципе. Но основная заповедь какова? Убирать на долгое хранение вязаные вещи в чистом виде обязательно. Не загрязненные, снятые из тела, а обязательно выстиранные, обязательно отпаренные и не сложенные заломами, а скрученные аккуратненько в трубочку. Это позволит вашим вещам дождаться нового сезона холодного в наилучшей форме. Ну, и хорошо еще пергаментом перекладывать. Это тоже хорошая штука, если у вас действительно вещи достойные. Да, и много лежат. Ну, да, бумага всегда. Да, бумага хорошо. Ну, вообще, в идеале, конечно, каждый постирать, отпарить, трубочкой сложить, в пыльничек убрать. И вот так вот их стопочками все чик-чик-чик. А между ними лавандовая со шеей. А между ними лавандовая со шеей тоже вообще идеально. Так, читаем комментарии. Что сзади висит у нас? А, сзади. А бобинки. А бобинки обработаны все. На бобинках не бывает. Бобинки же с фабрик приходят пропаренные, обработанные. На них нет следов жизнедеятельности, в принципе. То есть, моль же ест органику. Ну, бобинки, мы как бы за них не переживаем. Мы больше переживаем за свои вязаные вещи, которые прошли вот как бы через наши руки. Поэтому вот в самой пряже, как правило, моль не встречается. Она как бы, ну, она не кушает саму шерсть. Она кушает шерсть вместе с продуктом, да, жизни. То есть, не отстирался там, да, либо кусочки эпителия, да, либо там, не знаю, аромат кожаной, кожаной, как это сказать, пота. Да, вот он как раз и привлекает моль. Хотя говорят, что она сейчас такая стала активной, что она даже синтетику трескает. Что угодно может поесть. У нас в магазине, мы для профилактики просто, у нас есть распылители с эфирным маслом лаванды и вот эти прекрасные мешочки саши, которые мы так периодически раскидываем у себя, так, чтобы быть чуть-чуть поспокойнее, если вдруг что. Так, вот вопрос. Есть ли еще крем для лица? Есть. Крем улитка? И это, между прочим, вопрос насущный, Елена Анатольевна. Буквально жизни обеспечения магазина. Да, 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 я все поняла, поняла. Крем для лица, это основа вообще нашей жизни теперь. Без нее они у меня теперь не могут, да. Все киваются. Все киваются довольны, и улитка есть еще, пока есть улитка. Вот, Муру-Муру я планирую, вот, очень надеюсь, что сделаю в ближайшее время, хотя я каждый раз обещаю себе, но не успеваю. На Ани, на полосатую футболку этот кашемир подойдет? Да, которая была в прошлый раз, на тебе? На мне футболку. Полосатая футболка. А, да, конечно, подойдет, он из нее и связан. Он из нее и связан, причем на этот желтый. Моя футболка связана, нет, там цвет пукаки и серый как раз. Вот там пукаки. Пукаки. Так, показываю, что сзади. Похож вот на этот, этот называется Заферана на сайте. Они очень близкие. И светло-серый любой, выбирайте, да, подойдет. Однозначно подойдет, вдвините руками, прекрасная получится футболка. Так, золотая рыбка, фэшн бокс. Это набор пряжи с описанием. Анечка, да, покажем? Да, мы спросили, покажем. Что висит? Вот, пряжа потальви, связанная крючком, филейной сеткой. Роскошная вещица. Была у нас еще такая желтая, очень красивая, но, к сожалению, нам пришлось с ней расстаться. Выпросили у нас тут покупательницы. Вот мы с ней расстались. А вот эта вот серенькая еще пока жива. Она очень круто выглядит. Около пяти тысяч, по-моему, стоит набор пряжи с описанием. То есть у нас есть инструкции, вы можете приобрести. Наборы находятся на сайте Трискель в разделе наборы. Выбирайте по брендам фэшн бокс, родина Ярнс, потом просто прям родина Ярнс и найдете золотая рыбка. А сзади прекрасные пралине. Это как раз вариант с ангоромом, который на шелке. Ангора с шелком. И шелк этот чувствуется, он и визуально распознается в полотне. И на ощупь, конечно, эта ангора отличается от той, что стопроцентная, и уж естественно, от той, что с полиамидом. Очень красивые, ну вот красивые две полочки в такой интересной технике. И тут и пуфкалор, и шишечки, которые крючком поверх полотна. Такой незатейливый рисунок. Но при всем при этом создают такие, не знаю, действительно пралине эффект. Потому что здесь есть и объем. Такие вот рюшечки. Вот прям как будто бы действительно пралине. Десерт. Да, десерт. Такой вот особый. Созданный из нежной пушистой ангоры и пряжи хикари. В разных оттенках. Это тоже фэшн босс. Набор пряжи плюс описание найдете там же в разделе наборов. Так, про футболку мы оценили, про бобинки. Спасибо, замечательные лавандовые подарки. Добрый вечер, как хорошо, что вы вышли, а то приходится смотреть старый эфир уже до дыр. Постараемся. А есть ли, может быть, какой-то любимый эфир? Ну, мы грузим сейчас какие-то такие знаковые, интересные эфиры грузим сейчас на YouTube. Поэтому отправляйтесь, и можно посмотреть на большом экране. Да все, на большом экране нас? Елена Анатольевна, нет. Смотрите с телефона. Маленького телефона. До большого экрана мы не доросли еще. Доросли уже. Нет, еще. Мы как только студию с вами организуем, вот эта петличка так. Сцена восьмая, дубль третий, поехали. Кто нам свяжет хлопушку? Свяжите нам хлопушку. Конечно, про золотой зуб. Я, честно говоря, не помню про золотой зуб, но наверняка было что-то забавное. У нас есть еще минут 15. Читаем, читаем. Если есть какие-то у вас прекрасные вопросы или ужасные вопросы, или же вытрепещущие вопросы, мы с удовольствием на них ответим. По пряжу разные очень интересные эфиры. Надо сделать прям передачи на ТВ из них. Кто-то работает на телевидении и хочет этим вопросом заняться, мы открыты. А у меня на самом деле была прям серия передачи, три серии снимали на третьем канале. На ТВЦ. Можем сделать скандалы, интриги, расследования. У меня даже где-то диск... Из чего связала этот свитер? Диски даже сохранились. Так их тоже нужно загрузить. С Михаилом Климовым. Их тоже нужно загрузить на YouTube. Такие наивные. Смешная такая я там. Под кирпичики обещали подборку. Да, кстати. Лучший эфир Жора и Соточка. Спасибо большое. Так, а жакет София теперь просто в продаже. Да. О, спасибо. Да, жакет София. Спасибо. Сашенька, напомни нам еще, пожалуйста, что мы еще не успели озвучить в новостях. Да, тот прекрасный эфир, который был в предыдущем эфире на Саше, связанный с Софией, его можно теперь приобрести отдельно у нас на сайте. Отдельное описание. Вот. А если вы покупаете пряжу София в нужном количестве на этот жакет, то мы вам это по-прежнему описание поддали. Я задумалась сейчас про эфир. Мне очень хочется посмотреть. Найдите диски. Да, хорошо. У меня, правда, нет дисковода нигде, но я найду. А, может, он где-то сказать. Надо у Николая Валерьевича спросить наверняка, каким-то образом их сохранил. Надо их залить на YouTube обязательно. И сделать цикл передач. Хорошо. По следам. Сначала история. Как это было. Как это стало. К чему мы пришли. Да, к чему мы пришли. До чего мы докатились. До чего довязались. Так, читаем еще, что есть у нас по вопросам. Хочу поблагодарить ваших девочек в интернет-магазине за их терпение и коммуникабельность. Марина, я надеюсь, что интернет-магазин продолжит вас радовать, и мы обязательно передадим. Привет девочкам и мальчикам. И мальчикам обязательно. Да, потому что у пульта у нас сейчас Сергей, наш прекрасный, красивый Сергей. Лучезарный князь. Лучезарный князь. Он внимательно к каждой просьбе относится. И обязательно... Докатились до улитки. Докатились до улитки. Докатились точно до улитки докатились. Кул Катон. От Кати вязали уже что-то. У нас пряжи Кул Катон в ассортименте нет, по-моему. Если я не ошибаюсь. Вам знакомо такое название? Кул Катон. Нет, у нас нет ее. Саммер Комфорт. Это хлопок для вязания купальников. Ну, то есть не для вязания купальников, а подходящий для вязания купальников. Это вот новинка сезонная для купальников тоже. Но здесь просто есть прям отметка производителя на этикетке о том, что эта пряжа действительно подходит для того, чтобы вязать вот такие вот прекрасные себе бикини всякие, штучки, дрючки. Это Саммер Комфорт. И еще один вариант по хлопку, который под сортировкой достаточно серьезная была, это Тенсил Катон. Хлопок и Лиацелл здесь 67 на 33. Это прям хит-хитяра вообще вот эта пряжа, потому что роскошная палитра, там можно найти цвет, загадать какой-то, и он обязательно будет в палитре Тенсил Катон. И самая, наверное, демократичная цена сейчас из всех вариантов летней пряжи, которые не в распродаже. Это, наверное, до 300 рублей, мне кажется. Может быть, уже не до 300, потому что курс поменялся, но мы можем попросить. Инусь, а ты можешь... Да, там палитра практически как у Солу Лиа, Лана Гросса. Поймать и отсканировать Тенсил Катон, сказать цену. А мне очень хочется выразить благодарность вашему курьеру. Всегда доброжелательный и улыбчивый. Всегда приятно его видеть. Спасибо большое. Это тоже Сергей, наш чудесный Сергей. Мы ему обязательно передадим. Нам очень приятно. Очень приятно. 340 рублей стоит моток Тенсил Катон. Вот Катя. Это по хлопкам. А вот Кул Катон у нас в ассортименте нет. Я уже даже не вспомню сейчас, по какой причине отказались от этой пряжи. Мне кажется, у нас просто по хлопку уже достаточно большой ассортимент. Ну, Кул Катон, может быть, это все-таки какой-то хлопок с чем-то, наверное. Мне кажется, с чем-то. Так, крапиву, девочки, а можно посмотреть? Крапива у нас есть с шелком. Вариант крапива с шелком. Иточкин каюк. Каюк. Привет из Крыма. Не успела на эфир. Буду смотреть в записи. Очень рада вас видеть. Выглядит чудесно. Спасибо огромное. Про крапиву сказала. Эфир был с синим карди. С золотыми пайетками. Тогда Анна сказала, чтобы его носить, нужно вставить золотой зуб. Я поняла. А, все, понятно. Это АБ. АБ. Понятно. Вот так вот, видишь? Это даже не фил. Даже не фил. Можно посмотреть шелк цвет 22, гриз. А какой шелк? Производитель. Так, Грис Джейн. Жан. 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 Показываю. Что за производитель? Я не помню. Так вот просто по названию. Просто показываю поближе вам. Шелк крапива. Это и та японская. Японская пряжа. В составе 56% рамии и 44% шелка. Соло крапивы нет. Соло крапивы сейчас нет. А вот в смеси с шелком роскошная нить. Только сегодня наш Светочку уносил, по-моему, да? Мешок. Вот этого чудесного шелка с крапивой. И он прекрасен. Вот у меня он единственный, наверное, который я все вождение так и не повязала. Сын ваше отсутствие так работал с нами, дамами. Уже месяц вспоминаю его отношение к делу. Дочке привожу пример. Спасибо. Спасибо большое. Женьке передам обязательно. Ему будет приятно. Это ткань. Шелк – это ткань. А какой у нас есть шелк, ткань в наличии? Может быть, это вот из этих вышитых или вот эти, которые, вот эти, грис джейн. Слушайте, да, Лен, а можно попросить, посмотреть, что у нас осталось от шелка? А, точно, сои-саваш, да-да-да. Сои-саваш, вот эти вот шелка, что там осталось от него? Без вышивки, потому что у нас есть два варианта с вышивкой, а есть без вышивки. Ну вот, насколько я вижу, два цвета вижу, три вижу цвета. Сейчас, Елена Петровна, главное, чтобы ее не зашибло там рулонами. Сейчас посмотрим, покажем, что осталось. Дальше, что у нас еще есть по вопросу? Ты туда смотри. Я заволновалась, Елена Петровна, а то она там так высоко. Девочки, а можно кого-нибудь попросить подсобить девушки на лестнице? Это не тот цвет, нам нужен серенький. Так, сои-саваш – это биос, ну, то есть такой розово-персиковый. Да, розово-персиковый. Голубенького уже нет. Вот этот вот, вот этот девушка. А вот этот вот, вот этот грис. Грис? Да, вот про этот вы спрашиваете. Ну, здесь… Ну, тут совсем остаток. Ну, немного его, но есть. Какое-то количество есть, здесь уже запрос. На экране вообще нельзя разглядеть, как он прекрасен. Не шелк, не его… Потому что это, да, не шелк, не его структуру, не его фактуру, не игру вот этих оттенков. Могу только лишь показать, как он себя круто ведет. А, в полотне это шелк с памятью. Нам нужен был только серый. Ну, покажем все. Ну, покажем все. Стопочкой положим. Рядышком. Это, знаешь, как у нас эта девушка искала ткань Кафе Фасета. Сейчас же ее скупают. Сейчас на нее бум. Вот этот вот. Я вот то, что рулоны привозила. Его уже скупают как раритет. И я так думаю, что я скоро буду продавать эту ткань, как на аукционе. На аукционе. Практически. Сначала своим. Сначала своим. Еще один вариант тоже. Еще один оттенок этого шелка. Это, кстати, тот шелк, из которых я делаю шелковые пайетки. Пайетки, которые ввязывались в ариэль. Да, и это особая такая, не знаю, тема декорирования трикотажного полотна. Когда из шелка вырезаются, особым образом вырезаются тканевые пайетки. В них делаются, делаются в них отверстия. И они потом ввязываются. И получается в полотне потом как чешуйки. Вот я уже даже подумала, говорю, если кому-то интересно, может быть, открыть доступ к своему аккаунту. Парель. А, парель. Ну, понятно, что... Напишите запросы. Понятно, что Анук GT уже сейчас не в такой... Но Анук GT есть еще в наличии. А может быть, эти пайетки повязывать во что-нибудь еще? Но в Махернике... Кроме Анук? Да, почему нет? Там просто Анук был, и очень красивая была ворсинка и петелька. Да, да, да. И, конечно, вот эти круглые пайетки туда вписывались очень гармонично. Танечка пишет, мой сын наполовину армянин. Столько дамских капризов не смог бы выдержать. Может быть, и даже больше, может быть, смог бы выдержать, нет? Я думаю, что выдержал бы. Вопрос отношения к делу. Не знаю. У меня Женя как-то вот в какой-то момент хоп и проникся. И полюбил всех вас одним разом. Все. Так, есть еще вопросы? Так, по поводу Махера. Я вижу, что Сашуля уже отправила кружево из Махера. Отправила уже ссылку девушке. Ну и, наверное, все. Да? Или нет? Так, ну что, если вопросов больше нет, то мы, наверное, будем с вами прощаться на сегодня. Мы еще получили чудесную поставку с хлопковым кружевом. Я сегодня еще ее не пересмотрела всю, но там такие красивые кружева, прям по ним тоже очень хочется эфир. именно по вот этим тесемкам кружевным, по всяким нашим вот этим кристалл и так далее. Но это как раз мы приурочим, наверное, к истории, вот как только мы откроем продажи, описание на наши розы кутюр, вот, то и кружевную какую-нибудь тему еще затронем. Все, нет вопросов? Нет вопросов. А мы пойдем. Что делать? Грузить. Да? Все, девочки.